Музыка Ну что, приветствую у вас, мои сладенькие Мы продолжаем проходить лейтель письмо, да Да, это второе видео после жёсткого отдыха, так что можно в принципе вкратце рассказать, а можно продолжить, да Ну мы проходим по второму разу игру, у нас всё очень плохо, у нас все... Ладно, сейчас надо собраться, короче, я не сухерню Зак, Ребекка и Эштон, короче, собираются выжить И на нас напала в прошлый раз бабайка в их доме, ой, ну в доме Изабелла, скорее всего И мы переночевали даже ночью, целую ночь в парке, потому что в наших домах небезопасно Ух, надо собраться, правда И мы решили остановиться у знакомого Эша в клубе, ой, ну не в клубе, в баре Как и в прошлый раз делали Изабелла и Эш в первом прохождении Теперь мы втроём здесь отдыхаем И скоро, я чувствую, мы направимся, может даже в этой серии, я надеюсь Мы направимся в особняк Так что всё, давайте продолжать всем приятного просмотра Надеюсь, вам понравится и погнали, да? Только шаги Зака говорили, что, ну точнее выглядели так, что они По-особому звучали и довольно с ленивой чистотой Так, я вроде проверял и должно нормально всё быть Я немного, кстати, игру погромче сделал, возможно будет лучше Но не знаю, опять же, рубка эксперимент Как будто он всегда пытается сделать себя меньше, чем Менее заметным и чем он есть на самом деле Да, и в парке мы там жёстко повздорили И хороший спор такой был В месте, в котором он не был знакомым Он также склонен не задерживаться Неловко стоя по сторонам, как будто он слишком боится что-то сломать Или он ждёт какого-то разрешения В любом случае, он никогда не любил ввязываться в дела Из-за вежливости, несмотря на его внешность Ну да, Зак такой добрый, хотя по виду и не скажет, да? О чём можно о нём подумать Очень похоже на то, как мать Ребекки Противоречит своему пламенному темпераменту Или редкие проявления зрелости Изабеллы Кажется, противоречируем Против... Блин, это сложно Против... Противоречами Её юности, господи Я понял Это жесть То есть это слово И я вспомнил, как оно на русском И, о господи, пейте меня Точнее, как это вы говорите Кажется, в моей жизни... Или я сегодня просто не в форме Кажется, в моей жизни было много таких Тем более от людей, с которыми ты сблизился за эти годы Эти... Ходячие противоречия у всех нас всегда были и есть Удивительно Как мы вообще подружились в первую очередь Но, может быть, именно поэтому В некоторой степени У нас всё ещё есть понимание Я это знаю Это независимо от того, как долго мы все вместе были Или как вы вообще знакомы с привычками человека И сколько жизней может быть... И сколько вы вообще прожили вместе, да, я так понял Для всех вас Никогда нельзя полностью узнать человека Иногда это работает, потому что Они просто решили остаться А, кстати, да Возможно, там скип уже, а я такой читаю Нет, нет, ну ладно Иногда это так же просто, как То, что кто-то протягивает тебе руку Чтобы принести извинения, независимо от того Какое обидное слово они могли сказать тебе Эй, привет, Эш На этот раз я смотрел на него Кратко изучая его настроение Не потому что примирение является проблемой для меня между нами Этого никогда не случится Но Так или иначе Это ещё одна вещь, которую я Слишком боюсь увидеть перед собой Что она, в общем Может расколоться и всё Одно неверное слово Или закончить это другим аргументом И мы могли бы уже остановиться прямо сейчас Ну помните, дачу была в парке Они почти разосрались все вместе Разделились бы и всё И это был бы конец Она бы их нашла и по одному Чик-чик Здесь проходит ещё одна Долгая пауза от него Во время которой Он не может понять Что делать с своей рукой В конце концов он решает Сунуть обе руки в свои карманы И Фокусирует взгляд на пустом прилавке Когда я не заметив Джи проскользнул обратно на кухню Оставив только нас двоих И всё неудобное на данный момент В этом мире Ну Джи это вот этот парень Я опять же поясняю Мало ли кто-то не знает Или не помнит Я вот например всё потихоньку вспоминаю Тем не менее Зак продолжает И его голос все звучит Топонадёживающий тон Просто потому что Это единственное что он Может Ты знаешь Ты вообще Выспался По крайней мере Это было начало Жёсткое Но начало Меньшее что я мог бы Предложить взамен Это Редкая честность Ну или откровение Ну Совсем немного Несколько часов Если честно Чертнём Не было Ни капли дружелюбия Несмотря на это Зак воспринял это Как знак Облегчение омыло Его Когда его плечи Расслабились Он Выпустил Напряжённое Ну вздох Скорее он Сократил расстояние Между нами И Плюхнулся на стул Справа от меня Я думаю что лучше Вопрос что Снилось ли нам Вообще что-то Или нет И Если Тебя это волнует То нет Ну да Вау Что-то у меня ФП спадает Опять игра Ты меня троллишь Да я знаю что ты имеешь ввиду Я Сам на самом деле Уже Устал от этого Ладно попробуем ещё раз Он смещается в кресле Прокашляв Некоторое время Барабанит Пальцами По стойке Затем Замолкает И всё Никаких извинений Так или иначе Это короткие обмены Всё что нам было нужно Воздух снова меняется Как и всё что мы знали В последнее время Во Вроде сейчас не дропается Ну не знаю Что это было Может быть Не в лучшую сторону Пока нет Тем менее Он менее удушающийся И менее враждебный И обидный То где легко Притвориться И легко забыть Не то чтобы это случилось В ближайшее время Но Можно же и помечтать В ситуации Когда смерть может наступить В любой момент Мы надеемся что На эту маленькую надежду Именно эти мелочи Которые Мы хотим Чтобы они повторялись Снова и снова Я не оптимистичный человек По своей природе Надеюсь Может быть Иногда на это Но Никогда не был Оптимистичным Хотя Я хочу верить Что мы Всё-таки Приживем этот кошмар Ради того Кого мы чуть не потеряли Если я могу помочь Я не хочу Чтобы Она Проснулась В этот кошмар Это только сломает Её Она Будет винить Во всём себя Так то он прав Просто забавно Как всё это Заставило меня задуматься Я даже не помню Когда в последний раз Что-то Подобное Происходило со мной По какой-то причине Увидев Одну Душераздирающую Вещь За другой Я Просто забыл Это Почему Почему ты вдруг Заулыбался А? Нет Просто я Я просто Думал О кое-чём Ну Ну Если это А Лучше это быть Тому Что Поможет нам Выбраться Из этого Хаоса Чё ты взял Что я знаю Как выбраться Из этого Два дня назад Я даже не поверил Бо ни единому слову Которое вы ребята Говорили мне Зак Я лучше Я в общем Лучше получается Работать Когда я занимаюсь Делами об убийствах Чёрт возьми Я не стесняюсь Добавлять В эти дела Обычное ограбление Или Дела пропавших людей Мне всё равно Дай мне несколько дней И я Дам тебе Ну Зацепку Или Закрой это дело Но это Это точно Не по моей части Это не то что я Привык хорошо делать И знаешь что Чтоб ты точно знал Я Мог вообще убить нас Я Понятия не имею Что мы делаем И что я делаю Ну факт того что Ты расстроен Но всё ещё Пытаешься Уже что-то Значит Эш Вообще С другой стороны Ты бы не сделал Это лицо Если бы у тебя Не было никаких идей Ну или это физиономия Хуже уже Быть не может Верно Хотя может Наверное Так что ты Что ты Надумал Эш И Что-то было В этом Зимене Между Рыбакой И ним Я склон делиться С ним Вещами Которые Обычно Не горят Другим людям В отличие от неё Которая Ну Начинает На тебя Наезжать И Поучать И Высказывать тебе Мораль С тем Иногда С тем же Упорством Что и её Настроение У Зака Есть эта Странная Тенденция Облегчать Людям Ну Рассказывать ему Что он Хотел бы знать Часто вопрос Кажется Настолько Тонким Что Меня Прямо Это Зацепляет С меньшей Силой И Большим Терпением И Ведь Из всех Людей Он Более Понимающий И близкий Для меня На самом деле Он Для меня Как старший Брат Которого У меня Никогда Не было Человек Который Может Ну От которого Вы можете Зависеть Когда Дела Могут Пойти Наперекосяк То Что Вы Говорите Ему Просто Потому Что Он Будет Вас Слушать Не Навязывая Своё Мнение О себе У Немного У нас Есть Ещё Одно Преимущество А Ещё Одна Зацепка Которую Мы Должны Проверить Ну Мы Не Проверили Я Собираюсь Отправиться И Смотреть Туда Сегодня Ночью Ему Не нужно Было Много Времени Чтобы Сложить Два На Два Да И его Спокойное Выражение Незапно Растворяется Чтобы Начать Беспокоиться Как только Он понимает Что я Имел Ввиду Мы Уже Изучили Письмо Или Письмо А нет Письмо Прочитали Стопки Этих Документов На самом Деле Есть Только Одно Что Мы Не Сделали Еще Это Особняк Конечно Зак Может быть Не из тех Кого Можно Подтолкнуть Но Это Не Значит Что Он Будет Согласен Со Всем Что У Меня Вылетает Изо Рта И Этот Его Способ Поддерживать Меня На Ногах В Течении Многих Лет Подожди Не ты Ли Говорил Что Чтобы Я Не Ходил Туда Что С С С Твоим Нужно Держаться Подальше От Люка В Райта Ты Безоруженный Гражданин Зак И Что Дальше То Что Я хочу Чтобы Ты Остался Здесь И Держал Себя В Безопасности Я Вероятно Это Не займет Много Времени Но Я Не знаю Что Может Произойти Я Даже Не Уверен Что Смогу Ли Найти Там Что Нибудь Джи Продолжай А Джи Будет Продолжать Присматривать За вами Ребята И Если Тебе Что Нибудь Понадобится Если Эта Женщина Поется Просто Кричи Он Поможет Тебе Без Вопрос Ему Даже Не Нужно Будет Объяснять Он Не Хотел Уступать Не От Того Как Он Нажимал Колени От Жесткой Посадки На Свой Стул Ну Джав Это Ну Вот Стул Типа Имеется Ввиду Скорее Всего Я Пойду С тобой Ты Не Можешь Пойти Туда Один Эш Я Я Слышал Кое Что Сегодня Утром Помнишь Я был Сегодня Утром Я Слышал Какой-то Крик А потом А потом Там был Плач Женщины И Я Не знаю Что происходит Внутри Этого Особняка Но Я говорю Тебе Ты Не Должен Столкнуться С тем Что Находится Внутри Особенно Когда Ты Будешь Один Прежде Чем Я Успел Остановиться Изо Рта Вырвалось Тяжелое Дыхание Ну Вздох Опять Это Снова Тот Случай Когда Зак Хорошо Себя Чувствует Но Он Полностью Пускает Извиду То Что Я Пытаюсь Объяснить Ему Что Блин Он Безоружный Чем Он Поможет Если С С С С Произойдет Что То Он Будет Просто Как Кусок Мяса Ну Серьезно Это Чисто Мои Мысли Опять же Но Он Будет Беззащитный Учитывая Что Он Не Боевой Такой Человек А Добрый Довольно Не Как Йоханс Например Если Сравнивать Когда Все Меняется Когда Он В Таком Настроении Он Почти Такой Жил Прямо Как Изабелла О май Опять Выбор Которого Не Был Так С чего С чего Нам Начать Ты Будешь Только Мешаться Или Мне Будет Лучше Я Буду Лучше Чувствовать Если Мне Не Придется Беспокоиться О Тебе Так Ну Мы Поняли Да Ну Я Думаю Блин Мы Хотим Его С Два Пути Которыми Это Может Закончиться Все Я Соглашаюсь С ним И Беру Его С собой Или Я Соглашаюсь С ним Полностью И Чтобы Он Отбросил Эту Идею Ни один Из них Не привлекает Меня Больше Чем Другой Особенно Когда Мы Вместе Отчаянно Нуждаемся В этих Ответах И Чтобы Найти Выход Из Этого Если Все Что Нужно Это Немного Больше Честности Чтобы Заставить Его Отказаться От Этой Умной Идеи Пусть Будет Так Послушай Чувак Братишка Замен Зак Зак Послушай Я знаю Что Ты Хочешь Только Помочь Да Черт Возьми Нет Это Не Просто Помощь Эстон Как Ты Не Понимаешь Ты Бросаешь В Гучу Самого Этого Один Было Ли Твое Падение Ну Ли Это Фейл Ну Фейл Да Прошлой Ночью Таким Плохим Ты Что Сильно Ударился Головой А Когда Он Упал Это В комнате Изабелла Значит Все Так Падение Я Честно Говоря Не могу Сказать Был Ли Ты Правда Ты Был Таким Глупым Или Ты Просто Хотел Покончить Собой Моя Голова В порядке Заг Но Ничего Не будет Если мы Будем Стоять На месте И ничего Не сделаем Кто-то Должен Это Сделать Серьезно Это Уже Отчаянный Шаг Чем Дольше Мы Работаем Тем Быстрее Теряем Свои Возможности У нас Даже У нас Вообще Есть Шанс Хотя Б Один Оглядываясь Назад Кажется Что Весь Это Все Эти Дела С Призраком Идеально Настроены Чтобы Загнать Нас В угол Либо Пока Мы Не сойдем С ума Либо Пока Она Нас Не достанет Мне Начинает Казаться Что Спасения Нет Мы Уже Стали Ее Игрушками Когда Изабелла Нашла Это Письмо То Что Наша Жизнь В ее Руках Отрывает Меня От Всего Этого Но Идея Наблюдать За Людьми О которых Я Забочусь Беспомощно Умирает И Добав К этому Здесь Намного Безопаснее Чем Со Мной Эта Эгоистичная Мысль Которую Я Знал Родилась Из-за Страха Так Что Если Что-то Пойдет Не так Самое Последнее Чего Я хотел Быть Добиться Это Чтобы Зак Упал Вместе Со Мной Я Уже Делал Достаточно Ошибок Это Значит Что Это Только Ты Только Я Внезапно Он Замолкает Хотя Его Действия Сейчас Сейчас Узнаем Короче Берем Мы его Собой Или Нет Или Мне Все-таки Надо Будет Выбрать Другой Вариант Я Уже Запутался Честно Беспокойный Сдвиг Плечах Прижатие Рта Плотной Линии И То Как Он Снова Начинает С Тихой Ноты Все Все Выдаёт Его Настоящие Мысли Задолго До Как Два Слова Даже Выходят Из Его Рта Я уверен Что Ты Знаешь Что Ты Что Делаешь Это На самом Деле Не вернёт Её Может быть Ты Пытаешься Компенсировать Или Что-то Такое Я Не знаю Ты Должен Принять Свои Собственные Решения Здесь Но если С тобой Что-нибудь Случится Это Будет Просто Ты Просто Станешь Другим Мёртым Телом Там Пожалуйста Не делай Ничего Такого Не волнуйся Я не настолько Глуп Чтобы Убить Себя Я Просто Хочу Чтобы Все Вернулось К Нормальной Жизни Зак Ох Не знаю Другой Мёртвый Воздух Следует За От этого До одного Входа Смысл Моих слов Слишком тяжёлый Слишком поразительный Он ошеломляет Нас И оставляет В очередном Затишье Помимо Оптимизма Мы оба Понимаем Что Это невозможно Нам придётся Иметь дело С травмой Сразу после этого Будут какие-то изображения Голоса шепчутся В наших головах Это предчувствие Запах крови Крови и смерти Тянется за нами Мы можем Пережить это Но Эти вещи Они останутся С нами Надолго Или в нас Человек не может Пережить что-то подобное Не оставив В себе Чего-либо Ну Не оставив Шрам Одна лишь мысль О том Что может прийти Сразу же Заставляет Меня Бояться Что Всё это Изменило Во всех нас Но Я полагаю Что результатом Результат Будет более приемлемый Это меньше Из двух зол Три часа Моя голова Поднимается И я Задаченно Поворачиваюсь К нему Он Задумчиво Смотрит На свои руки Его брови Нахмурились Глубокой Сосрегаточенности Как будто Он пытается Выбрать правильные слова Или подобрать Правильные слова Чтобы передать То, что он Собирается сказать Три часа Для чего? Этого времени Более чем достаточно Чтобы поехать туда Чтобы проверить Эти вещи Как ты сказал И вернуться сюда Обратно Если ты не придешь сюда Я пойду за тобой По его тону Это звучало Почти так Как предупреждение Я уверен Что Это не его намерение Но Услышав Что-то подобное Такого человека Как Зак Я не могу Удержаться От смеха Несмотря на Насколько Были ужасные Вещи И в каком Можно сказать Грубой дерьме Мы находились Прямо Как в старые времена Старые добрые времена Тогда Давай 4 Что? Ты же сказал Что просто Собираешься проверить Какие-то Вещи Зачем Тебе так Нужно Много времени Просто Ограничение Скорости Я офицер Правоохранительных органов Зак Я Должен В общем Показывать пример Мне так хочется Ударить тебя Прямо сейчас Конечно Зак Никогда Бо этого Не сделал В такие легкие Моменты Он просто Такой Как Все мы К сожалению Джи выбирает Следующий момент Чтобы появиться Он хлопает ладони По столу И Стреляет взглядом На собоих Суровым взглядом Хотя И вот он Ничто иное Как веселое Неодобрение Ясно было в нем Он явно Не понимал ситуацию Так мальчики Хорошей драме И все на этом Я видел эти чертовые Дневные сериалы Боже мой От одного Ну Только от моего брата Много лет назад Но послушайте У меня нет Я не допущу этого В своем пабе Хорошо Если вы двое хотите Подраться То Идите наружу И Начинается Неловкая пауза Тогда без всякой Прям бул Мы с Заком Начинаем хикать И Свечение G Превращается В замешательство Ну или ярость Когда мы оба Не видим никаких признаков Остановиться Он просто Качает головой И отворачивается Так Ну что Мне бы хотелось Думать Что так будет лучше Лучше если мы Расстанемся на легких условиях Так что Заку Не придется видеть Каждую маленькую неуверенность Каждое маленькое сомнение А мне прямо сейчас Так давайте Окей Я сохранюсь И если что Я это подрежу Потому что я уже задолбался Потому что надо проверить Можем мы Зака С собой взять Нет Так ребят Короче Говоря Я сейчас Это Набрел Напутанец И немного Да Я не буду Наверное Это подрежать Хотя А ладно Подрежу Если что В общем Если вы выбираете Вариант Что мне будет лучше Если мне не придется Беспокоиться за тебя Он Зак остается Надо попробовать Этот вариант Тогда Ну Ты будешь только Мешаться у меня На дороге Ну давай Так это все То же самое Пока Ты будешь только Мешаться у меня На пути Посмотрим Ну сейчас будет Эта ссора Скорее всего Там мы нормально Расстались с ним Он нас понял И Вот Понятно что Вражение у лица Быстро поменялось От беспокоиться К негодованию Возможно он даже Был в ярости Чего я не ожидал Так это того Что он внезапно Схватит меня за воротник И поднимется С моего места Иногда я забываю Что Зак Особенно Наносиль Как и любой другой человек Но я держусь Остаюсь твердым В своем решении Это больше Не подлежало Обсуждению Я посмею Сказать тебе это А нет Посмей мне Повтори это Снова Попробуй Скажи мне Это снова Скажи мне Это прямо В лицо Ты думаешь Я шучу Я ведь Не на прогулку Отправляю Зак Если ты хочешь Услышать правду Тогда для меня Это просто Еще одна причина Чтобы ты остался Здесь Я не могу Взять тебя С собой Только потому Что ты Попросил Это не так Работает И В чем тогда Дело Куда ты собрался Чем это отличается От того Что ты говорил Нам Не делать Ты не слушал Когда я Явно Очень Явно Сказал Тебе Не делать Ничего Глупого Как ты можешь Ожидать Что я доверю тебе Том Когда ты Даже не смог Следовать Такой Простой Инструкции Успокойся Успокойся Черт Черт Дерьмовую мысль Эштон Я знаю Что Не только Из-за этого Ну Брехню Эту Булшет Эта Брехня По сути Ты доверял Мне еще более Приватные вещи Или секреты Свои Больше чем Беки И что сейчас Изменилось Она что Другой Какой-то Тебе так трудно Принятие помощи От других Людей Сейчас Мне не нужна Твоя помощь Зак Это Он знает Что Он Безопасности Что Вы Что мы Все Безопасности Здесь Удали от Любого риска В который Я собираюсь Прыгнуть Ну Точнее Я же хочу Чтобы он Был Безопасности К сожалению Все это Не так Никогда Не делала Не уходила Так Надо То же Самое А блин Если я это Не подрезал Что я делаю Ладно В общем Мальчики Хорошей Драме Вашей Я видел Эти чертовые Дневные сериалы Боже мой С одним из Моих братьев Много лет назад И послушайте У меня Я не допущу Я не допущу Этого В своем Пабе Поняли Если вы Двой Хотите Подраться То выходите Наружу Зак Хватка На моем Боротнике Ослабила Согласие Как всякая Мил Маленькая Истина Которую Я придерживаюсь Все Что я Собираюсь Сказать Умирают Меня На языке И в ответ На Это Замечание На Джи Замечание В конце Косов Я Просто Трус Который Никогда Не сможет Заставить Тебя Быть Честным Мне бы Хотелось Думать Что Так Будет Лучше Лучше Если Мы Расстанемся На Непонятных Условиях Так Что Зак Не придется Видеть Каждую Маленькую Неуверенность Каждое Маленькое Сомнение Во мне Прямо Сейчас Он Видел Достаточно Последнее Что Я хочу Чтобы Он Увидел Это Еще Одно Проявление Моей Слабости Не Тогда Когда Он Все Смотрел На Меня С Безошибочной Уверенностью В глазах Прежде чем Что сказать Дальше Прежде чем Произнести Более Оскорбительные Слова Я Отхожу От него Брамачане Убедительное Оправдание О том Что Еще Быстро А Чтобы Еще Раз Забернуть Эта Мысль Заблудилась У меня Мимолет Наспыхивающая В моей Голове Что Зак Видел Меня В самом Унизительном Виде Много Количества Раз Почему Все Это Имеет Значение Сейчас Солнце Опустилось Ниже Когда Я Возвращаюсь Возвращаюсь В сознание И Поднимаюсь Я так Повел Или Открываю Глаза Примерно В то же Время Посетители Обычно Начинают Просачиваться В основной Зал Пока Они достигли Пика Около Полуночи Сегодня Однако Как-то Пустовато Окей Опять Фпс Дроп Походу Мне надо Сегодня Нарезать Хорошо Так Будет Но Учитывая Какой Сегодня День Не Слишком Было Беспокоено Для Джи Ну Для Работы Джи Он Всегда Жалался На Отсутствие Приличной Толпы В начале Недель Хотя На Сам Деле Он Не Жалеет Своих Клиентов За Это Казаказов Никто Не Хочет Начинать Неделю С Плохого Похмелья Даже Он Что Делать Его Обеспокоенный Взгляд Он Он Выходит Каким-то Странным С Той Опасностью Которой Мы Находимся Это Быстро Ставит Меня В Тупик Даже До Того Как С Он Полностью Исчезает Из Так Джи Окей Джи Но В нем Был Какой-то Оттенок Раздражения Несмотря На Его Случайные И Открытые Движения Что Происходит Только После Как Он Закончил Вытирать Тумбочку Ну Стол Я Страшно Положил Ее Под Низ Стола Он Дал Мне Ответ То Как Он Часто Смотрел На Меня Заставлял Меня Извиваться Такое ощущение Что Мой Учитель Начальной Школы Смотрел На Меня Из-за Того Что Я Снова Уснул В Классе Ну Ничего Особенного Понедельник Все еще Медленный День Для Этого Места Но Ты Мог бы Проверить Своего Друга Малыш Похоже Кто-то Из них Проснулся Не Сто Стороны Кровати Пока Хотя Не Было И Стал Нестой Ноги Другой Вопрос Возникает В моей Голове Вместе С Маленьким Смятым Хмурым Взглядом Хотя Прежде чем Один Слот Проскользнул Мимо Моего Рта Он Жестом Указал Головой На Дальнюю Сторон Главного Зала Папа В углу Ребекка Шагала Глубокой Задумчивости С хмурным Взглядом На Лице О Ребекка Вернулась Судя По всему Кажется Что Проснулся Не на Той Стороне Кровати Это Полное Преуменьшение Или Встал Все-таки Не с той Ноги На Сам Деле Я думаю Что Она Может Ударить Следующего Человека Которые Ну Ишит Хоть Как-то Взглянуть На Нее Оказывается Сон Это Не только То Что Нужно Некоторым Из Нас Даже Джи Кажется Понимает Это Несмотря На Его Попытки Выглядеть Как Можно Более Безразличным На Его Плечах Напряженное На Строение Нервный Край Задерживается В его Глазах Поскольку Он Иногда Смотрит Поглядывает На Ребекку Он Не Хотел Иметь С Этим Дело Особенно Вначале Такой Напряженной Недели Или Еще Одной Напряженной Недели Я Тоже На Стояние Ребекки Может быть Довольно Неустойчивым Но Умоляющий Взгляд Направлен На Меня Не Оставляет Мне Другого Выбора Такое Чувство Что Он Заставляет Меня Что С Этим Сделать Ох Я Ненавижу Эту Работу Я Ненавижу Это Делать Ты Знаешь Как я Управляю Этим Пабом Малыш О Озвучка Пропадает Вчера Она Тоже Пропадала Нет Никаких Кулачных Боев Нет Кошачьих Боев Нет Людей В грумом Настроение Только Хорошая Выпек Плохие Каламбуры И Пение Иди Попробуй Что-нибудь Сделать С этим Прежде чем Она Превратит Это место В хаос Наверное Это было Уже Не так Уж Странно Если Рыбака Уже Была В этом Состоянии Но Я Все Покивал Ему Прости Насчет Этого Или За Это Джи Что-то Тихо Напевает Для ответа И отмахивается От меня Отворачиваясь И возвращаясь К своей работе Без единого слова Даже при отсутствии Значительной толпы Он Любит Быть Занятым Мы Одинаковые В этом Отношении Не может Оставаться На месте Всегда должен Продолжать Двигаться Делать Что-то Что-то Думать Что-то Заставляет Чтобы Что-то Заставляло Мозг Работать Я Оставляю Его Вскоре После Этого Часть Меня Хочет Поблагодарить Его За Все Проблемы Которые Он Предпринял Что-бы Решить Для Людей Которых Он Едва Знал Как только Это Закончится Я Вероятно Должен Найти Какой-нибудь Способ Ну Отплатить Ему Тем Временем У меня Есть Эта Проблема Которую Нужно Решить Я Должен Добраться До Этого Прежде чем Это Превратиться Гребаный Шторм На территории Паба В котором Она Находилась Ну Было Пусто Я Готов Поставить Все Свои Деньги На Жизнь Что Люди Остаются В стороне Только Из-за Надвигающейся Бури У Ребеки Может быть Хороший Настояние Когда Она Пересекается Чтобы Не разозлило Ее В этот раз То Как Она Смотрела На стену Обо всем Говорила А Сегодня Язык Не заточен К сожалению Однако Прежде чем Я смог Приблизиться И вмешаться Ребекка Резко Упала На стол Осторожно Она Протянула Руку Чтобы Жать Переносицу И выдохнула Рваным Вздохом Она Выглядит Так Только Тогда Когда Стреш Состощает Ее Терпение И Энергию Обычно Больше Чем Ее Шумные Ученики Несмотря На Вполне Нормальные Были В тишине Комнаты Я обнаружил Что Стремлюсь К ней И занимаю Свободное Место Рядом С ней Вскоре Она Наклоняет Свои Плечи К моим Как она Делала Все эти Годы Назад Назад Когда Все Что Имело Значение Для Нас Было Оценками И С Какими Проблемами Мы Не Столкнулись Следующие Выходные Никакого Проклятия Никакого Письма Никаких Призраков Только Мы И Всякий Раз Когда Наше Воображение Поглотит Нас Ну Как Ты Держишься Ну Так Немножко Ну Более Менее Но Я Буду В Порядке Наверное Потому Что Это Чёртово Поклятие Поглотило Меня Плохо Да Она Делает Лисо Будучи Пойманной В её Лжи Прежде Чем Позволь Небольшие Улыбки Появиться Простите Меня Ты Тоже Застряла В этом Кошмаре Ну По крайней Мере Ты Ни на кого Не кричишь Это То Что Я Не привык Каждый День Видеть Я думаю Что Ты Просто Немного Боишься Джи Я Просто Не могу Дождаться Когда Все Это Закончится Таким Образум Мы Сможем Вернуться К тому Как Все Было Раньше Ты Знаешь Что Это Невозможно Это Было Правда Мы Оба Впадаем В молчание Перед лицом Этого Ее рот На мгновение Открывается И я Предполагаю Что она Собирается Оспорить Мое Мнение Об этом Может быть Сказать Что-то Противоречивое Этому В конце Котцов Она Просто Кивает Выдыхает И расслабляет Свою Жесткую Позу Редкий Случай Когда У нее Почти Всегда Есть Что Что-то На уме Ну В плане Что Она Всегда Любит Возражать А тут Она Согласилась Видя Эта Улыбка Распространяется По моему Лису Зная Возможно Немного Я Довольствуюсь Этим Это Одна Вещь Что Ну Что Может Которая Может Изменить Многое Смотреть На нее Передо Мною Совсем Другое Дело В одном Разговоре Я поймал Короткий Ясный Взгляд На то Что Изменилось И на то Что Неизбежно Столько Всего Изменилось За эти Годы Мы Никогда Не Будем Теми Ж Людьми Какими Мы Бы Когда-то Были И Возможно Возможно Это К лучшему Ребекка Замечает Достаточно Скоро Как Она Всегда Это Делала То Что Написано У меня На лице Начала Пугать Ее Заставляя Ее Дергаться Почему Ты Так Смотришь На Меня Ничего Не Бери В голову Я знаю Этот взгляд Эштон Фрей Это Определенно Ничего Ты бы Не делал Это выражение Если бы У тебя Не было Чего-то На уме На самом деле И правда Ничего Это Просто Я Свою Когда Мы Ты Помнишь Когда Мы Были Детьми Мы Были Не Были Теми Людьми Которые Высказывают Своё Мнение Кто-то Всегда Должен Было Постоять За тебя Или Ты Не Была Такой Ты Сильно Изменилась Бека А То Он Про Нее Имел Ввиду И Чему Ты Удивляешься Это Когда Было 17 Или 18 Лет Ну Я Пытаюсь Сказать Что Мне Нравится Нынешняя версия Твоя Больше Стук Измечением Случаев Когда Ты Злишься Или Кричишь Или Ты Бросаешь Бросаешься На всех Своими Кинжалами Ты Порой Очень Пугаешь Или Довольно Страшно Ты знаешь Ну Не говори Таких Глупостей Про меня Кроме того Если ты Просто Собираешься Пожаловаться То ты Мог бы Просто Закончить Этот разговор Прямо Сейчас Видишь Что я Имел Ввиду Даже Зимена Боится Тебя Я Поставил бы Всю Свою Зарплату На Это Слушай А эта Ветка Мне Уже Больше Нравится Тем Что Блин В Одной Мы Мило Общаемся Заком Подружески Ну Типа Да И Вроде Как Расстаемся Я Не Доиграл Я Решил Что Я Все Так Хочу Взять Собой А В этой Ветке Мы Ссоримся С Заком Но С Бекой Зато Милое Общение Блин Я Уже Не Хочу Переигрывать Честно Такая Милота Она Ударила Меня По руке Этот жест Жест Был Легким И знаком Заставлять Нас Обых Раздразиться Смехом После Этого Когда Последний Раз Мы делись Чем-то Таким Я Даже Не Могу Вспомнить Но Это Так Приятно Разговорить Как Как бы Сидеть Рядом Просто Насраждать Обществом Друг Друг Я Не Очень Люблю Оглядываться В Прошлое Большая Часть Этого Означает Необходимость Помнить Неприятные Вещи Для Меня Но Иногда Обиваясь Вокруг Плохих Есть И Хорошее И РБК Одна Из Таких Больших Вещей Все Может Измениться Но Ее Дружба Это То Что Было Мне Дорого Мы Можем Встречаться С новыми Людьми И На Протяжении Всей Нашей Жизни Но Это Не Значит Что Я Буду Или Что Я Перестану О ней Заботиться Что Делать Весь Этот Все Эти Вещи С Письмом Еще Более Актуальными У У У У Я С тем Что Поставлено На Карту Я Не Могу Позволь Этому Проклятию Победить Если Такое Имеет Смысл Когда Имеешь Дело С С С С Сегодня Ночью Я Что Бо Не Стало Мне Нужно Вернуться В Это Проклятое Место Одному Потому Что Кто Знает Что Мы Можем Там Отыскать Ладно Я Уже Готов Сохраняться На Всякий Случай Независимо От того Согласны Или С этим Планом Остальные Это Было Неважно Это Было Моим Хорошим И Главным Приоритетом И Я Не Собираюсь Тащить Их Туда Вместе Со Мной Моё Опасение Должно Было Совершенно Очевидным На Моём Лице Внезапно Ребекка Протягивает Руку И Ну Гладит Меня По руке Я Пугает Меня И Этого Достаточно Чтобы Взглянуть На Ни С Тревогой А Нет Она Постукивает Меня Все-таки По руке Ну Ла Нагновение Она Смотрит На Мое Лицо Смотрит Мои Глаза Ищет Что-то Но Прежде чем Я смог Отвести Взгляд Не Дать Ей Прочесть Меня Она Выпрямляется Её Беспокойство Внезапно Исчезает Неодобрение У тебя Уже Есть План Верно Это был Простой Вопрос С да И нет Я могу Легко Солгать Тем Ненее Её тон Полностью Противоречит Всему Что Значит Её Слова Я могу Также Рассказать Ей Всё И Когда Всё Будет Сказано И сделано Она Всё Ещё Одна Из Немногих Кому Я Доверяю Однако Каждая Вена Моём Теле Знает Что Она Первой Не Согласится Схватится За мою ногу И остановит Меня И как только Она Это Сделает Кто Ещё Останется Чтобы Это Исправить Зак Она Я Понимаю Её Опасения Но Бывают Случаи Когда Они Неуместны Это Осложнение Не то Что Мне Нужно В данный Момент Что Я Должен Сказать Что Она Ожидает Услышать От Меня Какой Ответ Её Удовлетворит Она Безусловно Выглядит Так Будто Надеется На Больше Чем Да Или Нет На Ответ Который Я Не Могу Дать В данный момент О Боже Ты Мой Ещё Один Сложный Выбор Да Ставить Её Во Тьме Ну Типа Мневидение Или Всё Рассказать Да Я Так Понял Так Ну Ну Чё Оставить Её В невидении Или Дать Ей Неопределённый Ответ Блин Не хочу Ей Врать Честно Мне Нужно В общем Отправиться Кое-куда Сегодня Ночью Неопределённый Ответ Это всё Что я мог Ей Сказать И Надеюсь Это было бы Достаточно Это не прямая Ложь Но это Не заставляет Меня Чувствовать Себя Менее Ужасно По этому поводу Да То есть Первый вариант Чисто Солгать Ей По полной Ну Просто Наплевательная Их Дружбу Это Слишком Жестко Для Эши Даже Я думаю Хуже Когда Ты знаешь Что она Спросит Только Потому Что Волнуется Часть Меня Хочет Сказать И признать Что Именно Я Планирую Сегодня Вечером Ну Рассказать Но Что Хорошего Из этого Выйдет Я Уже Сказал Заку Одного Что принять Участие В этом Плане Я Я буду Не в себе Расширение Этого Круга И раскрытие Слишком Большого Количества Информации Вызовут Еще Еще Больше Проблем Но Кто-то Же должен Знать По крайней Мере Куда Я Направляюсь На Зная Свои Споминая Свои Собственные Слова Это Большой Риск Рыбаке Не нужно Знать Какой опасности Я Какой опасности Я могу Подвергнуться И подвергнуть Себя Сегодня Вечером Она Должна Уделять Первостепенное Внимание Себе И своей Собственной Безопасности Прежде Чем Думать О Других Но Ведь С ней Никогда Не бывало Так Легко Верно Опять ФС дроп Что Могу я Задать Вопрос На этот раз Ну да Ты можешь Спросить Прямо Сейчас Это Серьезный Вопрос Эштон Да Или Нет Так Снова Да Прервался Хотя Это Мог бы Подрезать Короче Походу У меня Там Антивирус Жрал Ресурсы И я Его Сейчас Отключил Пока Записываю На Вот Сразу Сделать Не Ожидал Что Он Начнет Творить Аля Алё Это Серьезный Вопрос Эштон Да Или Нет Да Ты можешь Но я Не могу Обещать Что Отвечу На них Это Хороший Способ Сказать Нет С таким Успехом Ты можешь Сказать Мне Заткнуться Ты Знаешь Что Я Не Это Имел Ввиду По крайней мере Я могу Что Нибудь Сделать В мгновение Я Начинаю Колеблеться Пауза Нащупывая Ну Паузе Нащупывая Ответ Это Было И правда Намного Сложнее С ней Потому Что Все Это Время Она Так Смотрела На Меня Как Будто Я Какой-то Ребенок Много Лет Назад От Кого Она Зависела Когда Ей Еще Предстояло Себе Найти К кому Она Обращалась За Ответами Несмотря На То Что У Меня Их Не Было Заставлять Меня Все Больше Бояться Облажаться В этот Раз Если Я Это Сделаю Она Последний Человек Который Я Хочу Чтобы Он Был Со Мной Я Не Хочу Вводить Ее В Какие-то Проблемы Если В общем Если Она умрет Я не Хочу Так Отплатить Ее За Нашу Дружбу Которую Она Так Щедро Держала И Оставляла Между Нами После Всех Этих Лет Не Хочу Ее Смерть Вот Так Мои Друзья Не Должны Быть Теми Кто Берет На Себя Последствия Моих Ошибок Это Мои Собственные Дела Моя Собственная Ответственность Блин Нос Страх Тяжелый Груст На Моих Плечах И Не Стоит Их Впутывать В Это Однако Есть Одна Вещь Которую Я Могу Ей Доверять Будь Безопасности И Держи Зимана Безопасности Следи За ним Пока Я Буду Там Угдись Что Он Не Надел Глупостей Ты Хороша В Таких Вещах Я Учитель Средней Школы Аш Они Чья Няня Мелис Была Гримаса Но Я Знал Что Она Сделает Это Даже Без Моего Ведомо Она Заботится Больше Чем Кто-либо Больше Чем Выражает Ее Спольчивый Характер Она Более Заботливая Ай И Что-то Во мне Облегчает Это Зная Что У Зака Теперь Будет Кто-то Вроде Нее Конечно После Некоторого Молчания Она В конце Коцов Кивает Она Не Совсем Согласна С Этим Это Выражение Это Было Выражено В ее Удаленном Взгляде Но Она Готова Доверить Мне Это И Сейчас Ну Пока Этого Было Достаточно В любом случае Лучше Чтобы Мы Просто Оставились Здесь Здесь Пока Что Уже Есть Понимание Хотя И То С Чем Мы Оба Были Не Согласны Нет Необходимости Толкать Ее Дальше И Впутывать Ее Дальше С Обнадеживающим Сжатием На ее Плечи Я Встаю В то же Время Шаги Отходов Пап Тянутся И Весело Болтовня Внезапно Заполняет Комнат Когда Входит Группа Людей Это То Что Это Все Что Нужно Было Бормочая Извиняясь И Быстро Улыбнувшись Ребекки Я Поспешно Выбегаю С Главного Зала И Оставляю Ее В покое Несмотря На Беспокойный Взгляд Которым Она Провожает Меня Прежде чем Ребекка Сможет Смогла Сказать Что У Нее На Уме Перед Последним Разочарованным Взглядом Она Направляет Мою сторону Заставляя Меня Передумать Это Еще Одно Прочная Картина Которая Запечатлилась В моей Памяти Та Которая Подстегивает Совесть Между Прочим Я Просто Надеюсь Что Не пожалею О том Что Выбрал Это Для себя Этой Ночью Ну Или Сделал Этот Выбор Так Возможно Здесь Сейчас Скипс Работает Ну Не Знаю Ночная Толпа Шоу В понедельник Хотя И небольшая Едва Занимает Четверть Всего Паб Обеспечивает Достаточно Места Для тех Кто Хочет Оставаться В этом Месте Незамеченным Эх Именно То Что Мне Нужно Сегодня Вечером Живой Музыкой И болтовни Выскальзывающей В основном Ты становишься Невидимым В этом Куске Пирога Ну Это Для тебя Кусок Пирога Прикольная Фраза Без особых Проблем Довольно Скоро Я Уже Стою На улице Под холодной Холодным Ночном А В холодной Ночи Люксборна Вскоре После того Как я ухожу Понимается Порыв ветра Несущий Характерный Запах Двигающего Дождя Я дам Этому Примерно Час Или два До его Начала Судя По всему Сегодня вечером Будет Еще один Ливень Может быть Даже сильнее Чем Сегодня Утром Инстинктивно Я догадываюсь О том Что Ну что Я намочу Свою Куртку Прижимаю Ее платный Материал Ближе К моему Телу Пока Я прокладываю Себе Путь Через Ряды Пустых Машин На стоянке Четыре Часа Это все Что я Даю Себе Чтобы Сделать Это Все Четыре Часа Решил Взять Независимо От того Насколько Это щедро Каждая секунда Так же важна Как следующая Не помню Это было По идее Было Но почему Скип Не работает С небольшим Отъездом Я не могу Трать время На изучение Здесь Ладно Давайте Допустим Это было Твою мать За нами Погналась Когда мы Тоже Уезжают Четыре Забыл Совсем Забыл Тоже За нами Побежала Сорян Тогда Еще один Порыв Ветра Дует Когда Она Вздыхает Усталым Толстым Взглядом Точнее Дыханием Быть Уносит Все Это Пока Она Обнимает Или А Ну Она Прижимается К себе Руками Чтобы согреться Что Поднимает Вопрос Почему Она Здесь Воздух Уже Был Сильнее От Ну Тяжелее Обещанного Дождя С облаками Скрывающими Вид На самом деле Не на что Было Смотреть Кроме Темного Одеяла Небытия Тем Менее Она Стояла Здесь Так Будто Намеренно Ждет Когда Все Это Упадет На Нее И Это Или Она Здесь По Какой-то Другой Причине Но Прежде чем Я могу Произнести Хоть одно Слово Выразить Недобрение Любого Рода Она Поднимает На Меня Остановленную Руку Резко Обрезая Останную Часть Моего Вопроса Я Здесь Не Для Того Чтобы Остановить Тебя Где Бы Ты Ни Был Ты Планируешь Уйти Сегодня Ночью Я Во В В В В В Случай Я Все Рано Не Смогу Ты Выглядишь Так Словно Уже Принял Решение Возвращайся Внутрь Скоро Начнется Дождь Врядно Он Будет Еще Сильнее Чем Тот Ливень Который У нас Был Сегодня Утром Ты Не Хочешь Промокнуть Здесь Да Я Сейчас Пойду Я Просто Хочу Немного Побыть Здесь Подышать Воздухом Подальше От Того Шума Что Внутри Все Было Так Хаотично В эти Дни Это И Этот Небольшой Прерыв Он Такой Хороший Даже Если Это Означает Что Ты Будешь Ставить Посреди Парковки И Всех Мест Добираться Из Этого Хаоса Было Было Определенно Лучше Но Сделай В общем Все Что Сможешь Хорошо Да Я Скоро Это Скоро Закончится Уверенность В моих Словах Удивляла Даже Меня Как Я Могу Знать Почему Я Так Уверен Когда Попроби Говоря То Что Я Собираюсь Сделать Это Последнее Усилие Если Это Не Удастся Если Я Ничего Не Найду Мы Вернемся К Исходной Точке Это Последняя Зацепка Что у Меня Есть После Этого Нам Больше Будет Тупик Нам У нас Больше Нет Идеи Мы Не Знаем Что Делать Если Не Это Единственный Шанс Вот Несмотря На Это Кажется Забавляет Ее И Ее Смех Скоро Звучит Над шумом Удаленного Движения И легким Сквозняком Охвативших Нас Ну Как бы я Хотела Я Буду довольна До тех пор Пока Оно Перестает Появляться В моих Мыслях Когда я Закрываю Глаза Я думаю Что это Может Занять Некоторое Время Мозг Не сможет Так Быстро Забыть Эту Травму Ну Я Попытаюсь Но Ты знаешь Это Также Сделало Много Вещей Для Нас Рассказывай Мне Затылок Все еще Болит От моего Падения Прошлой Ночью Или Не говори Мне Ну Я Нет Имел Ввиду Я Говорю О Нас Ну О Людях Ненавижу Это признавать Но Все эти вещи С призраком С проклятием Это Также Выявило Эту Уродливую Сторону Для нас Для всех Нас И Знаешь Это Заставило Меня Понять И переосмыслить Много вещей Насчет Меня О Нас Жбека Замолкает Внезапно Задумчивое выражение Распространяется По ее лицу Я видел Это бесчисленное Количество Раз Раньше И каждый раз Когда я вижу Это В ней За ней Обычно Следуют Воспоминания Глупая история Или даже Что-то смущащее Что Ну История Из детства Когда она была Ребенком В отличие от Меня Которые Скорее забудет Она так легко Помнит Каждое из них Или так легко Вспоминает И после Короткого Молчания Она Улыбается Я знаю Что Это Один Одно из тех Воспоминаний О господи Извиняюсь Ты помнишь То Когда мы Вернулись В среднюю школу Я так понял Какой из них Мы тогда Делали много Глупостей Ну Я Я делал Ну ты Поняла Мэнди Я думал Что она Все еще Не нравится тебе Не говори мне Что ты Поддерживаешь С ней связь Вы ребята Друзья Сейчас Или что-то Такое О нет Нет Мы Иногда Видимся По дороге На работу Или Когда я Отправляюсь На обед Но Не более того Мы Не друзья Не в этой жизни Я так Не думаю Я не думаю Что мы Когда-нибудь Поладим Но Но Если бы Не она Мы Даже Не подружились Да Ты ведь Встал за меня В тот день И с тех пор С тех пор Все изменилось Ох Эти воспоминания Это звучало так Как будто я Какой-то герой Мэнди была Не права Конечно Я Конечно Я буду защищать Ну Рубайку Если никто Не собирается Ступиться Не кто еще Будет Скорее всего Это обострилось бы И Кто знает Возможно Она бы Перестала ходить В школу Или Перешла бы В другую Любой Порядочный человек Хочется Какой-то капли Чувства Должен знать Это лучше Я действовал Потому что Я знаю Что я Делал Что-то правильное Это ведь Так просто Тем менее Она улыбается Как будто Это стоит Больше Чем это Любовь Которая Выходит За рамки Ностальгии Я Похоже Я думаю Что я пытаюсь Понять На этот раз Я не хочу Чтобы Были какие-то Недоговоренности Между нами Или Хочу договорить Ты знаешь На всякий случай Если что-то случится Я Эш Я всегда Была влюблена В тебя Она Все-таки Это сказала Она Говорила Это так Прямо Держа Мой Вгляд И Слишком Откровенным Голосом Что Ее Признание Заставляло Меня Замолчать Как будто Ветер Внезапно Был Выбит Ну Выбил Меня Одним Махом Никакие Слова Не Сформулируются Даже Единственная Связанная Мысль Поскольку Значение Слов Оказывает На меня Такое Влияние Ну Как обычно Тем Менее Продолжает Она Отчаянно Пытаясь Выразить Все Что Она Держала При Себе Все Эти Годы Вот Что Такое Любовь Но Почему Для Ни Это Вес Тяжелее Чем Любые Чувства Ностальгии Которые Она Может Нести Опять Впос Падает С тех Пора Средней Школе С тех Пора Что Я Пообещал Ну С того Обещания Что Мы Никогда Не Расстанемся Дал Обещание Так Сейчас Секунду Если Честно Мне Самому Неприятно На Такой Милой Ноте Прерываться Потому Что Сегодня Меня Троллит Комп Винда Все Такое Я Уже Раз Пять Прерывался Чтобы Записать Час Это Просто Нечто Зато Я Хотя Записываю И Надеюсь Вы Порадуетесь Этому Поставите Лайк Ладно Я Просто Волнуюсь Такая Сцена Хорошая Ладно Надо Ее Доиграть Все Таким Я Всегда Всегда По-настоящему Любила Тебя После Этого Наступает Облегчение Внезапно С ее Плеч Тяжесть Спадает Она Закрывает Глаза И Выдыхает Когда Она Наглядывается Чтобы Посмотреть На меня В этих Глазах Не было Ничего Кроме Надежды Глаза Которые Искали Ответа Стоя Перед Искренностью Ее Слов Я Чувствую Что Цепляюсь За Эти Слова Поскольку Мне Больно Это Признавать Я Не Могу Дать Ей Те Же Чувства Которые Она Просит От Меня Мы Могли Бы Провести Так Много Лет Месте Эх Черт Мы Практически Выросли Месте Черт Возьми Но Это Никогда Не Означало По-настоящему Что Я Буду Когда-либо Придерживаться Ее Чувств Которые Выходят За Пределы Дружбы Я Ценю Ее Присутствие В моей Жизни Я Более Чем Рад Что Она Застряла Со Мной Даже Ну И Была Со Мной В Самые Тяжелые Моменты Даже Когда Она Даже Когда Они Находятся Менее Трудными А Ну Находят Меня Трудными Или В отчаянном Положении Тем Менее Это Действительно Все Что Нужно Сделать И Что Нужно Было Делать Она Для меня Близкий Важный Друг Но Не Более Того Ребекка Я Я Я Я Выдаю Вдох Я так Понял Рваные Не Уверенные Не Знаю Как Какие Слова Составить Чтобы Ей Было Как Можно Меньше Боли Таким Образом Раны Которые Они Могут Оставить Не Будут Такими Глубокими Или Шрамы Не Может Подобрать Слов Короче А у меня Все Дропается FPS Хотя Прежде чем Я Смогу Объединить Две Фразы Она Подносит Руку К Рту И Заставляет Меня Замолчать Улыбка На ее Лице Добрее Чем Все Что Я Видел От Ни До Сих Пор Приятно Видеть Это У Нее Это Подходит Ей Больше Чем Когда Она Злится Или Хмурится Но в то же Время Это Только Сбивает Меня С толку Ты Не Должен Отвечать Мне Да Но Я Но Ты Должна Я Должен Нет Я имею Ввиду Тебе Не Нужно Господи Фу Пес Он Меня Бумораживает Ладно Теперь Я Действительно Запутался В один момент Ты говоришь Что Влюбилась В меня Со времен Была Влюблена В меня Со времен Средней школы Теперь Ты говоришь Мне Заткнуться Ну Если Ты Хочешь Истолковать Это Так То Хорошо Нет Серьезно Некоторые Объяснения Было бы Неплохо Бека Хоть Какое-то Потому что Сейчас Многое Происходит И я боюсь Что Не смогу Верстать Упущенное Особенно С этим Кривым Мечом Который Ты Только Что Меня Бросила Ну Что значит Что значит Тебе Не нужно Отвечать Мне Больше Не нужно Этого Слышать Это не то Что Я бы не хотела Поверить Мне Если бы Я была Тем же Человеком Каким Была До того Как Все Это Случилось С нами Я Была Была В восторге Была Была Взбудоражена Этим Но Как я И сказала Я Переросмыслила Некоторые Вещи Поняла Себя Больше Или Раскрыла Эш Я Я Буду Любить Тебя И Я Любила Тебя С тех Пор Как Мы Были Детьми И Все Это Время Ты Защищал Меня От Хулиганов Я Не думаю Что Скоро Это Изменится Даже После Всего Этого Но В конце Казов Как Только Ты Присмотришь Ко Всему Этому Это Также Превратило Меня В Действительно Эгоистичного Человека Если Ты Подумаешь Об этом Может быть Те Штаны Которого Я Любила Не Тот Кто Стоит Сейчас Передо Мною Если Подумать Об этом Точнее Может быть Возможно Это Все Это Время Я Все Еще Цеплялась За Того Отчужденного Ребенка Которого Я Время Семнадцать Лет Назад Я Даже Не считала Что У тебя Есть Собственный Разум В Один Прекрасный День У нас Не могу Вернуть Ее Чувства Или Потому Что Я Каким-то Образом Считаю Себя Ответственным За За То Даже Если Я До Сих Пор Понятия Не Мею Как Она Себя Чувствовала Несмотря На Это Она Продолжает Улыбаться Через Все Это Ну Это Не Твоя Вина Не Говори Так Я Так То Должна Извиниться Так Я Неожиданно Обрушилась На Тебя Когда У тебя Были Другие Дела Я Просто Подумал Что Должна Сказать Тебе Это Так Что Я Наконец Могу Отпустить Все Это С Хотя Еще Один Вопрос Ты Собираешься Сказать Ей Ну Когда Она Проснется Сказать Что И Кому Наступает Пауза Я Нахмуриваюсь Краткий Момент Сомнения Пока Я Пытаюсь Понять О чем Она Говорит И Внезапно Когда Наконец Все это Погружается Мое Недоумение Поспешно Сменяется Полным Смущением О До Него Дошло О Дерьмо Жар Внезапно Проползает По моему лицу Независимо От моих Усилий Чтобы Сдержать Его В конце Казов Я могу Только Отвести От нее Взгляд Боясь Того Что Она Еще Не Заметила Его Ты Действительно Думаешь Что Никто Не Заметит Этого Неужели Это Было Настолько Очевидно Это Было Настолько Легко Но Это Вероятно Потому Что Я знаю Тебя Дольше Чем Кто Либо Боже Кто Знал То Я Догадываюсь Что Зак Тоже Подозревает Это Ты Неловко Хромаешь Когда Слишком Стараешься На Почти Больно Смотреть Не Беспокойся С С Твоим Ужасным Способом Флирта И Зная Ее Я Совершенно Уверена Что Бел Понятия Не Имеет Даже Сейчас Что Ну Она Имеет Ввиду То Что Бел Вообще Не Не В курсе Того Что Ты К Чувствуешь То Что Он Этого Никак Не Показывает Почти О Ладно Тише Рыбака Ты Слишком Сурово Действительно Сурово Знаешь Я Мог бы Использовать Это Для Подтверждения Доверия Знаешь Она Смеется Громко Тот смех Который Свободен От любого Времени Звенит Так Над ветром Медленно Поднимаясь Когда Приближаются Грозовые Тучи Блин Это серия Офигенно Реально Расстрагивает Но Вот еще бы Не бесил Меня Кое-кто С этим Однако Неловкая Атмосфера Наконец Поднимается Есть Только То Дух Друзей Которым Мы Поделились Со Времени Встречи В Этом Классе 17 Лет Назад Я Действительно Серьезна Насчет Этого Скажи Ей Если Ты Когда-нибудь Заставишь Ее Плакать Я Я Буду Забивать Тебя Каждой Чертовой Книгой По Истории Которые У меня Есть На Полке Ты Понял Я Понял И В любом случае Спасибо Что Выслушал Меня Я Так Долго Держала А Нет Я Не Хотела Задерживать Тебя Надолго Я Знаю Что Тебе Есть Чем Заняться Просто Пообещай Мне Что Будешь Осторожен Хорошо Она Не Ждала Ответа Вместо Этого Она Дала Мне Толчок Села Достаточно Тяжелая Чтобы Сбить Меня С ног Ну Локтем По-любому Пойманы Рос Плох Этим Жестом А я На Несколько Мгновений Уперся В багажник Своей Машины Удерживаю Руку На Ее Гладкой Поверхности Когда Я смотрю Вверх С готовой Ну Готов Высказаться На Кончике Моего Языка РБК Уже Наполовину Прошла Через Парковку Боже Как можно Не любить Эту Эква Когда я Смотрю Вверх А Это уже Было Да Я вижу Что она Быстро Пересекла Парковку Да Она Немного Подпрыгивала В то Время Как Ветер Нес Легкую Мелодию Которую Она Свистывала Боже Милота А У меня Опять ФП Сумер Я-то Думаю Что за Фигня Не могу Мышкой Нормально Двигать Не знаю Что это Такое Прис Разбираться По своей Прихоти Я позволил Ну Запомнить То Как она Уходила Прежде чем Сесть В мою Машину И уехать Это звучало Как новое Начало Больше всего На свете Еще один Повод Быть Ну Для Оптимизма Твою мать Ладно Ребят Там уже Прошел Час Точно Место У меня Есть Но У меня Нет ВПС Поэтому Я думаю Что на этом Закончить Там Как раз Часик Получился Очень Сплотанная Серия Знаю Но Зато По крайней мере Я стараюсь Сейчас Не тянуть Потому что Я соскучился Но Появляются Вот эти Всякие Проблемы Ты не в форме Плюс Комп Тебя Троллит И Ты еще Походу Вот я Сейчас Хотел Еще Как раз В конце Рассказать Про это Тут Вот эти Два Выбора Которые Влияют На Зака Походу Они Не сработают То есть Ты Ребекку И Зака Не сможешь Взять С собой Потому что Ты Очень Упертый И Не хочет Подвергать Их Опасности Я думал Какой-то из Вариантов Даст Зака С собой Взять Или Ребеку С собой Взять Но Походу Нет Говорил Потому что Последнее Время Были Даже Стримы А не Видео Так что Да И Не забывайте Если что Там Под видео Будет Донатик Если вы Хотите Помочь Мне Потому что Мне Сейчас Реально Нужна Помощь Я Конечно Говорю В прошлом Видео Но Реально Ребята Если Никого Не обманывать И Не обманывать Себя Как говорится Кого Я обманываю Реально Я сейчас Полная Задница Если Видях Накроется То Кранты Поэтому Если Вы хотите Хоть Как-то Помочь И Хоть Хоть Немножко Хоть Без Разницы Просто От чистой Души То Я буду Вам Очень Благодарен Вы Поможете Моему Хобби За Сейвиться Потому что Я не знаю Насколько Видеохи Хватит Так что Все Не будем Больше Пессимистичнее Будем Оптимистами И Увидимся В следующих Видео Так что Всем Был бы Очень Признателен Тебе За Это И Спасибо За Все Увидимся